И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с воном Кроссторио 2 и Space Exploration. Начнем все-таки по порядку. Я за кадром, как я и обещал, сделал производство четвертого вида биологических исследовательских пакетов. Безусловно, абсолютно все работает на дронах, но и такая скорость работы, которую здесь в итоге мы получаем, вполне меня устраивает. Таким образом, что мы получаем эти самые исследовательские пакеты. Соответственно, каждый вид колбочек производится вот здесь вот. Абсолютно не было ничего сложного. Наверное, самое сложное это вот эти вот виталлические реагенты, которые производятся здесь. А вернее, тот факт, что все их производство ограничивается вот этим вот ресурсом, который сюда не может просто банально быстрее добываться и прибывать. Поэтому такие скорости, которые здесь сейчас есть, меня вполне устраивают. Я не думаю, что на данном этапе требуется как-то это все безобразие ускорять. Механизмы есть, все это уже когда-то было, все это уже где-то мы исследовали. И по сути, все тут до безумия просто. Также я начал разведывать новую планету, а вернее еще один спутник наивиса, Ишмэра. Я сразу приношу извинения, я не очень силен в английском языке. Поэтому чтение имен собственных, в частности, вот этих вот планет, для меня является достаточно серьезным вызовом. И, скорее всего, я их читаю неправильно. Поэтому я прошу вас поправить меня в комментариях. Я буду пытаться исправляться, но, к сожалению, не всегда это выходит по понятным причинам. И этот спутник меня заинтересовал в первую очередь, поскольку здесь большое количество иредита. Последнего минерала, необходимого для того, чтобы сделать оранжевые колбочки. Планета достаточно маленькая, и, в принципе, я всю уже ее исследовал для того, чтобы в первую очередь попробовать найти кусак. Пока что я на ней кусак не нашел, и меня это, безусловно, радует. Но они, возможно, скрываются где-то под черной вуалью. Начал я здесь застройку уже в глобальных масштабах. Первое, что мне безумно нравится, я уже разместил здесь термоядерку, которая позволяет все это безобразие обеспечивать электроэнергией. Скорее всего, мне придется здесь ее строить больше. То же самое я делал на планете, где добываю вот эти вот виталлические реагенты. Ну и сделал небольшую системку по разгрузке жидкостей. И пока что я сюда доставляю серную кислоту, поскольку она мне потребуется банально даже для добычи и переработки фрагментов ядра с эридитом. Ну а чуточку позже хлористый водород и азотную кислоту также мне потребуется сюда доставлять. Из пласта ядра, я думаю, сделают за кадром. В принципе, здесь не будет ничего нового. А сейчас, пожалуй, для ускорения процесса я попробую добыть вот эти вот жилы с эридитом, которые здесь у меня располагаются в шаговой доступности. И уже от этого будем отталкиваться. То есть я хочу здесь для начала сделать систему по загрузке этого самого эридита. Ой, тут какие-то промышленные бура используются. Я могу использовать какие-нибудь обычные, да? Я не могу. Что это такое? Большой электрический бур. То есть для добычи мне потребуется использовать большие электрические буры. Для этого мне придется на родную планету слетать и, как не странно, попробовать произвести большое количество больших буров для того, чтобы обеспечить добычу. И вот что я сделал здесь по прошедшему большого количества времени. Для начала, как я и хотел, организовал здесь производство катионно-ионных шариков. Я знаю то, что пара я могу получать абсолютно любым другим способом. Хотя бы брать уголь, который здесь у меня на планете и находится. Но почему-то мне захотелось именно таким образом организовать производство пара. Сюда же поставляется терная кислота при помощи бочек. И вот таким некислым образом все производство организовано. Все это собирается и отвозится вот в эту вот ячейку. Дальше здесь у меня появляется хлорводород. Для производства которого я, в принципе, просто взял и скопировал ячейку с наивиса. А песок же производится благодаря вот этой вот ячейке. Эта ячейка как раз и отвечает за то, чтобы производить измельченный иредит в нужных мне масштабах. Хотя масштабы, по сути, отличаются гораздо от того, что мне нужно в конечном итоге. Но пока для базовой системы этого вполне достаточно. В первую очередь сюда доставляются фрагменты ядра. Они идут и измельчаются при помощи серной кислоты в измельчителях. И получаем мы тот самый иредит, который, по сути, и добываем при помощи больших буров. Этот иредит при помощи измельчителей мы измельчаем в измельченный иредит. Песок, необходимый мне для того, чтобы производить хлороводород. И повторный иредит, который я пускаю во вторичное производство. По сути, вот вся эта схема, которая выглядит. Мне, безусловно, не нравится та мешанина из конвейеров, которая здесь располагается. Но пока я не придумал более грамотного способа этого всего размещения. Скорее всего, у меня появится потребность в большем количестве этих измельчителей. И в большем количестве измельченного иредита. Но пока такой необходимости нет, я все оставлю в таком виде, как и есть сейчас. А потом я уже, скорее всего, расширю эту схему. И от мешанины конвейеров мне получится здесь избавиться. Фрагменты ядра утилизируются по уже знакомой мне схеме. За исключением того, что здесь собираются отсыпки территории. Ну и так потихоньку у меня получается производить все в нужных мне масштабах. И сейчас мне останется организовать последние производственные цепочки. Мне потребуется здесь большое количество химических заводов. Как раз для объединения всех этих четырех элементов. Для того, чтобы получать иридиевые порошки. Схема будет очень интересной, ведь мы получаем во вторичном производстве катион-ионные шарики и еще измельченный иредит. Сейчас попробуем это сделать. Схема готова. Получается, что катион-ионные шарики вместе с измельченным иредитом идут по двум линиям. Здесь размещено практически 40 химических заводов. Из каждого завода сортировка идет таким образом, что порошок иредита отдельно. Он объединяется и выходит по единой линии. А все то, что идет во вторичку, объединяется же по другой линии совершенно и идет вниз. Измельченный иредит возвращается обратно в себя же. И то же самое касается катион-ионных шариков. С этой линии абсолютно все то же самое. Получается, больше всего я заморачивался именно с жидкостями. Получилось то, что они подводятся с правой стороны и уже и справа идут влево. Пловодород подводится снизу, а азотная кислота сверху. Таким образом получается схема более-менее рабочей. Ну почему более-менее схема получается рабочей. И эта вся схема полностью может, я думаю, объединяться. Она полностью самостоятельно и не нуждается в моем никаком контроле дополнительном. Поэтому я просто беру это все объединяю и вот сюда вот погружаю. Таким образом у меня сейчас поезда смогут пользоваться вот этим вот иридевым порошком. И дальше мы его сможем где-нибудь использовать. Например, вот здесь вот, где нам требуется получать иридиевый взрыв пакет. А для этого требуется обогащенный вулканит. Так, я не помню, делал ли я запуск этого вулканита на планете вулканов. Нет, я его не делал, но я могу успешно его здесь делать. Сейчас это мне не составит абсолютно никаких трудностей. Я просто возьму вот это вот, скопирую и туда размещу. Вот таким образом я смогу эти вулканитовые кирпичи доставлять только куда мне нужно. Только, по-моему, я единый выход сделал все-таки вот здесь. Вот они вот здесь. Ну ладно, это ничего страшного. Главное, что здесь у меня тоже этот обоглощенный вулканит складируется. Естественно, у меня вот здесь вот стоят небольшие ограничители, чтобы вот эти вот сундуки не переполнялись. В том плане, что вот из этого гигантского сундука сюда поставляется только определенное количество. Чтобы избавляться от излишков измельченного и редита, мы всегда могли. Ну, в принципе, такая у меня схема стоит практически на всех производствах. Так что я не думаю, что здесь нужно как-то акцентировать свое внимание. Сейчас же мне нужно остановиться вот на этой схеме. Сейчас мне нужно куда-нибудь поставлять обогащенный вулканит. И, скорее всего, это будет вот это пространство. У меня, тем более, здесь все готово для доставки. И отсюда же я буду брать вулканитовые кирпичи для того, чтобы пирофлюкс здесь же и производить. Думаю, план хороший. Сейчас нужно его только реализовать. У меня вроде все готово. То есть я здесь разместил небольшое количество сэндрефуг. Вывел я сюда все линии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я рассчитывал все для белых конвейеров. Так, ладно, перерасчеты потом проведем. И тут не 40. Мне потребуется, видимо, этих от 30. Ну, ладно, ничего страшного в этом нет. И там, видимо, в схеме, которая у меня до этого была проведена, тоже, скорее всего, такая же ошибка по соотношениям. Ну, да и ладно. В любом случае, мне, я думаю, придется все перестраивать в обязательном порядке. Поэтому переделывать мне придется в любом случае. В итоге, после центрифуг я здесь получаю иредитовый взрыв пакет. И взрыв пакеты я должен переделать в изредитовые слитки при помощи пирофлюкса. А чтобы получать пирофлюкс, мне потребуется всего лишь песок и вулканитовый кирпич. И то, и то здесь имеется в больших количествах. Так что с этим проблем не будет. Тем более, что тут нужен всего один химический завод, чтобы, по сути, от ничего. Ну, а пока временно я здесь думаю разместить дух снабжения. Для того, чтобы сюда запрашивать песок. Писка у меня нет, к сожалению. Но у меня зато здесь есть большое количество камня. Которые я мог бы и использовать для получения пирофлюкса необходимого. И получается, вот это вот сейчас нужно вывести всего лишь вот сюда. Вот. Вот таким вот образом. Как только пирофлюкс произведется, я смогу беспрепятственно его помещать именно вот в эти промышленные печи. И все, что мне остается, сделать выход слитков, которые будут производиться. Чтобы потом беспрепятственно организовать их доставку. Ну и последние штрихи. И это вот такая вот небольшая системка по сбору пара. Который, конечно же, здесь будет производиться непонятно по каким причинам. Пара, к счастью, у меня уже здесь используется. Поэтому я здесь должен буду сделать логическое условие. Чтобы пара излишки не скапливались. И сейчас сюда вот нужно будет излишки пары доставлять. В приоритете будет пар идти из этих печей. Так как от него нужно избавляться. А то, что производит вот эта вот небольшая системка, оно скорее будет больше вспомогательным. Тем более, надо будет посмотреть по количеству пары, которая здесь будет производиться. Будет ли она идти так, как мне нужно. Измельчитель поставил. Парафлюкс начал копиться. И значит, производство начало производиться. Замечательным образом слиточки уже пошли. Я не думаю, что пока что здесь какие-то ускорения нужно. Поскольку мы не можем знать, в каких масштабах мне потребуются слиточки в этом оранжевом производстве. Я уже примерно рассчитал, что и сколько, каких ресурсов мне потребуется для первых исследовательских материалов. Я думаю, что уже в следующей серии мы обязательно займемся этим. Ну, а пока. На такой прекрасной нойте я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Услышимся.